Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 789, События дня. Ив Киеверов, Матфея 24.4. Иисус сказал ему в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас за 10 февраля 2018 года. Игнатий Лапкин. Виталий не открыл. То есть он спрашивает, прислал мне новый ролик, сделал детали коленников. Я отвечаю, не открывается, что-то такое, там надо переключать. Мне нужно скидывать только такие, как были, чтобы одним нажимом где-то тут же и снять ролик. Совершенно не принимай вот эти переключения, что-то где-то, пожалуйста. Пусть будет даже несколько хуже, но сделай так, как было, чтобы одним нажимом получить ролик, только так. Когда я сниму этот ролик, просмотрю, тогда и поговорим. Не уговаривай меня, я не буду где-то что-то искать через лупу. Мне последние два месяца помощники скинули более 1600 роликов. И я их скачал. А теперь вставляю. Библию, Златоуста, Жития, Добротолюбие и иное. Чего же ради бы я сидел и мороку наводил в таком деле? Мороку, да. Верните мне доступнее, пожалуйста. Сделай мне такую скидку. Одолжение по немощи моей. Одним щелчком сразу. На этом ролике здесь, как вышлишь. Только так умилосердись от переписки ушел. Ишь, только так умилосердись. И как ты перепрыгаешь, то же восхитательный знак. Только так умилосердись. Пишет Никита. Игнать Тихонович просит, чтобы файлы заливались так, как это делал Сергей Евтушенко. Тот уже все Жития так передал. Связаться с ним? Так, вести в поиск. Вот так вот. Серв 2.ЕФТ. Узнай, как это он делал. Ну и вот как делал. То есть, просто я как-то просчитал. Это «Деловая Америка» была книга Яковлева. И он говорит, если 3 инженера на одно место, им дают задание. Вот такое, такое это вот изобретение. Как лучше его в производство запустить? Один начинает делать там 17 деталей. То есть 17 минимум там линий будут задействованы. А другой доводит это 9. А третий долго, на один день, говорит, позже пришел с проектом. Говорит, а у него всего там 3. Его примут на работу. Чем проще, тем лучше, меньше деталей потеряется. Вот такое рассуждение. Вот слово тогда я припомнил и вставляю материал из книги «Для слова Божия нет уз». Я как-то на один день приехал из деревни сюда. И сразу из газеты пришел человек. Газета называлась «Копейка», а теперь это «Известие единороссов». Вот и статью он сам назвал, и эпиграф все сам сделал. Потом я такое узнал. Служение Игнатия Лапкина. «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью». Псалом 125, стих 5. Начинается. «Но мир не без добрых людей, и их на подвижническом пути Лапкина встречалось немало». Там он многоточие стоит, то есть я сокращенно показываю, она больше статья. В прошлом году прервалась была связь потеряевки с внешним миром. Разъезд под Степной, находящийся в 4 километрах от нее, стал проходным. Пассажирские поезда перестали здесь останавливаться, а двери и окна маленького вокзала заложили кирпичом. А потом совсем. Бульдозера пришли, все раскидали и утащили в сады. Хорошее новое здание. Для потеряевцев это был роковой удар. Поезд – единственный доступный транспорт, надежно связывающий их с большой землей. Лапкин пишет начальнику алтайского отделения железной дороги Валерию Регеру и находит у него понимание. Поезда на разъезде вновь останавливаются. Благодарен Игнатию Лапкину, мэру Барнаула, Владимиру Баварину, его помощнику Владимиру Овчинникову, краевому прокурору Юрию Параскуну, прокурору Мамонтовского района Владимиру Сухову, председателю краевого суда Виктору Пашкову, начальнику краевого управления по юстиции Николая Проценко, начальнику краевой инспекции связи Владимиру Баеву, директору фирмы Телеком Юрию Терентьеву, ректору Алтайского государственного технического университета Владимиру Естегнееву и проректору этого же учебного заведения Борису Семкину. Почему перечисляются такие люди? На нас были жалобы, мешали, ну прокурор края, генерал-лейтенант, а они все на нашей стороне были. Вот сегодня человек ничего не знает, ну плюется и плюется, всякую гадость пишет, вот что интересно, вот сегодня утром опять Роман Малыш скидывает мне материал, кто-то написал, обзывает нас, ругает, он сразу раз, то есть эту блевотину собирает и скорее ко мне в огород кидают. Да разве так друзья делают? Да мало ли что там мать твою говорят, да за ней матерок уже на дуэль вызывают-то. Нет, что бы ни было, любую мерзость, он сразу даже неизвестно, кто это сказал. Сегодня, гляжу, утром опять меня заваливает этой гадостью. Ну что, больной человек, по всем проекциям. Дальше. Семкину, командующему войсками Сибирского военного округа генерал-полковнику Борису Пьянкову. Вот какие люди там помогали, он послал огромные палатки, мы из них сделали там церковь, ну вообще. И еще десяткам руководителей, внесших свою лепту в служение Игнатия Лапкина, являющиеся, по их мнению, большим вкладом в нравственное оздоровление населения Алтая. Эти в кавычки взяты нравственное оздоровление, это так прокуратура ответила, краевая, это так ответила законодательное собрание, но остальные-то что говорят-то, ну не соответствуют действительности, безбожники. Так это они, мою деятельность-то, знаете, ни день, ни два, в то время писали, они минимум 30 лет. И оно идет, неспешно, но твердо. Восемь лет проводит Лапкин занятие по изучению Библии, по толкованию святых отцов православной церкви. В этом году он предложил администрации АГТУ, где Лапкин арендует учебный класс, прочитать для студентов курс лекций на тему «Мировое искусство по галерее мира». 21 тысяча студентов, мне везде доступ есть, ну уж тем более много лет вел занятия по всем отделам милиции, краевое управление и городское. Ну, наверное, бы разобрались, а кто тут это, ученик Гитлера или ученик Христа. Человек высочайшей эрудиции и энциклопедических знаний. Он прекрасно разбирается не только в тончайших нюансах религиозной догматики, но и в вопросах политики, экономики, культуры и семейных взаимоотношений. Общение с ним действительно Божий дар. Но это совсем не говорит о том, что Игнатий Лапкин, человек приятный во всех отношениях, его неустанные поиски истины и жажда знаний нередко приводят к ситуациям острым и трудным. Бурлящая духовная жизнь бесконфликтной не бывает. Вот и с местными православными иерархами не все просто. И не только потому, что Игнатий Лапкин находится в лоне русской зарубежной православной церкви, которая, как известно, не признает над собой юрисдикцию московской патриархии. Не терпит он отступления от святых принципов истинного православия. Не молчит. Вновь и вновь указывает на догматические заблуждения официальным священнослужителям. Сколько копий было сломано на вопросах о ритуале крещения. Не вопросах, а в спорах. В спорах о ритуале крещения. Но именно версия Лапкина оказалась верна. Ну, интересно, версия, главное, не таинство, не еще. Ну, как он понимает, так и говорят. Мне говорят, так это евреи писал-то, его знают. Ну, и что евреи опишут-то как христианин настоящий? Его точные аргументации, основанные на обширных богословских познаниях, трудно что-либо возразить. Его можно лишь спрашивать. Как, к примеру, понять высказывание Лапкина, убежденного патриота нашего Отечества, о том, что факт рождения русским самый печальный в его биографии? Почему, Игнатий Тихонович, неудомеваю я? А потому, отвечает он, что у нас нет богослужения на родном языке. И мы, русские, в массе своей не знаем Иисуса Христа как своего Спасителя. Служба на церковно-славянском людям непонятной превращает святое дело богослужения в не совсем ясное действие, во время которого ум и сердца прихожан безмолвствуют. В церковный обиход необходимо ввести современный русский язык. Ибо в 17 стихе 10 главы послания к римлянам апостола Павла сказано «Вера отслышания, отслышание от Слова Божия». Чем больше Слова Божия услышат люди, тем лучше они будут знать Священное Писание, тем сильнее и крепче будет их вера. Вот так. И спорить здесь ни о чем. Ни о чем. Ни о чем. Все предельно просто и ясно. В этом весь Лапкин. За замечательную способность вносить в простоту и ясность самые сложные богословские вопросы, помноженную на удивительную убежденность и редкостный ораторский дар, называют Игнатия Лапкина златоустом из потерявки. Сегодня христианство вновь широко входит в нашу повседневность. Оно опять, по крайней мере, внешне, становится массовым. Крестик с распятием стал непременным дополнением к одежде. Проповеди становятся обязательной частью радио, телепрограмм, газеты печатают христианские календари. Свободно продается христианская литература. И это хорошо. Но ничто не может заменить личное общение с человеком, жизнь которого по сути и сегодня мало чем отличается от жизни первых христиан, видевших живого Иисуса. Под его влиянием воскресают людские души, затянутые липкой паутиной неверия и себялюбия. А воскреснет душа православная и с ней вместе возродится наша многострадальная Россия. Об этом мечтает Игнатий Лапкин. Ради этого труды его, труды дающие людям веру, надежду и любовь. Поклонимся ему за это. Михаил Попенко журнал газета Копейка ныне Алтайские известия 5 ноября 1998 года. А почему Копейка? То есть они взяли как она называлась при царе Копейка? Михея 4.1 И будет последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами и потекут к ней народы. Виталию Калиникову составителю из всего видеоролика пишет Никита диктует Игнатий Тихонович Нам этот ролик понравился он как раз к месту перед выборами Желаем вам и дальше трудиться ибо перед вами огромное поле 3467 стихотворений и 21 тысяча фотографий Это все наше с наших ресурсов Виталий Ты меня просто удивляешь Почему? Мне видится что твое пребывание в Потеряевке принесло тебе протрезвление и немалую пользу Ты уехал и от тебя не было ни одного слова недовольства поношения осквернения всего что ты здесь имел и с чем уехал Вот за это ты особо благодари Бога что Он так умудрил тебя умягчил твое сердце и благословил Ну сравнил с Романом сейчас и не уехал уже и всякие гадости собирает и все то есть как небо и земля земля преисподняя притом Таким путем идет наш современник отец Геннадий Фаст Он всегда говорил говорит где произошло у него великое событие где он узнал об этом истинном православии То есть в моем доме в моей квартире и он все об этом говорит Вот уже 30 лет с лишним прошло а он все возрастает и возрастает умножая таланты данные ему Богом Он не обрубает корень откуда и сие начало быть от нашей с ним встречи Другие же чем-то огорщались и говорили Да я и до встречи с вами все это знал И эти его слова похоже были услышаны Богом И хотя этот человек ходил на наши занятия в университете конспектировал услышанное но после этих слов у него как бы все возвращалось до момента нашей встречи А там ничего и не было Он оказывается на пустыре жизни такой же злобный опустошенный бесплодный Третья езра 1678 Горе тем которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими Это поле которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном так что человек проходить не может оно оставляется и обрекается огню на истребление вот так зарастает тернием все вот я гляжу что у нас с Романом такие близкие отношения приехал такую даль и вдруг озверел просто такое пишет такое собирает все и притом уже начал строиться но явно дело то что все обрубает как он будет даже если бы все остальное было нормально дальше то как жить ему заходить никто уже не может он враг притом враг собирает где кто сказал там Александр какие-то мытарства ну то есть безумие полное Виталий Калиников Аминь то есть со всем что я написал он согласен мой ветхий человек очень стенал в Потеряевке а новый тихо радовался видишь как я благодарен Богу нашему Егове за милость его ко мне окаянному слава Христу Игнатий Лапкин Виталий я уже говорил тебе что может быть делать так чтобы в одном ролике было несколько стихов через определенную паузу секунд 7-10 а то уж слишком короткий ролик продолжительность ролика делать не более 30-ти минутным В помощь вам Виталий перекачиваю все проповеди в стихах одним файлом вот тут вам будет раздолье и спать будете меньше и забудете многое ненужное а начнете сочленять стихи по тематике а тем разных будет не меньше 500 тут и музыка и фото должны быть также для украшения лучшего восприятия если какой стих получишь а там строчки друг на друга наезжает вверху буквы седаются то выдели этот стих заактивируй текст потом заходи в формат в самом верху полоса слева и в межстрочный интервал на полтора ставь и все будет нормально жду ролик об учительстве порядок набора стихов на каждый видеоролик должен чтобы получилось при начитывании до получаса нужен такой как я делал седьмые восьмые тома открытым оком на жития святых на столе пустая папка читай житие а там про молоко так я написал папку и туда далее вырезаю из этого жития где про молоко говорится и в эту папку скидываю отдельным файликом далее это же житие читай а там про птиц в этом же житие в этом снова папку туда копирую этот отрывок стихотворения то есть про птиц и так получилось 400 папок вопросов вот как почему эти книги уникальны таких книг нет и вряд ли будут я там просто в кавычки беру указываю дату и житие чье и рядом из другого жития и так далее то есть вопрос а у меня из житей бывает до 10 из разных житей именно по тематике по теме а камень где камень упоминается как симфония так же со стихами читай по порядку и складывай по папкам допустим у тебя будет на рабочем столе 70 папок называй их как-то по теме стихотворения объемные и очень о многом говорят это мне указал поэт Лева Шанин когда я читал свои стихи литературном институте в Москве ты все делаешь и подбираешь стихи фото и музыку все сам без давления подсказок если же что-то нужно узнать то спросишь постарайся ответить стихотворение называется ролик он составил третий уже уголовный кодекс Иеговы обвиняет власти всех стран и времен Анастасия до вопроса собственно нет крещение детей для верующих родителей 70% сектантов это крещеные православные как говорит Стеняев заблудшие овцы дома Израилева у нас такая глубина столько всего удивляюсь а люди находясь в этом с рождения ничего не знают одногруппница недавно сказала мол Русь насильно крестили отвечаю а сейчас кто вас заставляет что вы детей крестите или собираетесь крестить да ты что сглазят то есть если не покрестить то сглазят посмотрят дурной глаз и ребенок может быть коллега или умрет это вот она Анастасия она тут ревеккой Ривка называлась то другое это очень интересная девушка так много знает и приятная во всех отношениях для наших просто нет таких я вот такую чтобы столько знаний в ней было да еще учиться в университете ну буквально в каждом вопросе она дает ценные замечания прямо где-то надо быть в каком-то отделе религиозном помогать издавать нужные книги это она пишет я выросла я выросла в верующей среде и всю жизнь ждала когда мне преподадут крещение изъявляла неоднократную просьбу но нас с этим не спешили сказали что в 21 но я всегда задавалась и задавала вопрос кто я для Бога отец Геннадий всегда такой вопрос задавал я ему стараюсь служить а я вне завета никто внятно не мог ответить Евгений Трапко святой Иоанн Златоуст жил в 4 веке оба родители его секунд Иоанн Фуса были христиане и тем не менее он был крещен святым Милетием пастырем Антиохии когда ему исполнилось 20 лет про него же говорится в чатях Менеях когда Иоанну исполнилось 18 лет он еще не просвещен святым крещением которое по обычаю этого времени принималось в зрелом возрасте был отправлен в Афины для усовершенствования в Красноречии здесь показывает где жития страница и проще это она знает Евгений знает дальше Григорий Богослов Назианз 4 Назианзинский называет его 4 века у которого мать благочестивая Нонна отец христианин священник посвятивший сына своего богу еще при его рождении крещен был после 24 лет вот удивительное дело ну а спрашивается дальше то ну а раз он был не крещен и умер бы где был вопрос то стоял и стоял это по обычаю не по писанию а было такое время Василий Великий 4 век у него отец и мать благочестивые христиане дед и бабка были исповедниками Христа 5 братьев иноками из них трое епископами и воспитательница благочестивая бабка Макрина принял крещение около 30 лет ну в 4 веке Златоуст не в 4 в 5 он в 4 в 47 умер Бладенческое крещение основательно закрепляется только в 9 веке когда церковь полностью к тому времени была под господством государства это и время христианства на Руси 988 год об этом и профессор Осипов пишет надо помнить что завет прежде всего в крови Христа без крови нет завета это не то чтобы принял некую водную процедуру и ты уже в завете Христа через сознательное принятие его голгофы что там его кровь омыла наши грехи и искупила их мы входим в воды крещения омываемся от наших грехов в водах чистоты и праведности когда еще было мессианских евреев помню на домашней группе после хлебопреломления по шаббатам мы пели все вместе хором такую песню а потом расходились кровь Христа омыла меня кровь Христа освободила меня от всякого греха надо помнить всегда что наш завет в его крови через водное крещение анастасия понятие оглашенных ведь было во времена этих отцов получается они так же выходили на время литургии верных то есть до 30 лет Василий Великий выходил но не крещеный не может стоять там дальше опять тупик Алексей Алексей то приходит Иисус из Галилеи на Ярдан к Иоанну креститься от него Иоанн же удерживал его и говорил мне надо накреститься от тебя и ты ли приходишь ко мне но Иисус сказал ему в ответ оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду тогда Иоанн допускает его и крестившийся Иисус тотчас вышел из воды и все отверлись ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия который сходил как голубь и не спускался на него все глаз небес глаголищей сей сын мой возлюбленный в котором мое благоволение кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору куда повелел Иисус и увидев его поклонились ему а иные усомнились и приблизившийся Иисус сказал им дана мне всякая власть на небе и на земле и так идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа учай их соблюдать все что я повелел вам и сея с вами во все дни до скончания века видите как много цитируется и Слово Божие вот смотрите красный я сделал а тут такое на меня обвинение это и он там и идола сотворил из синодального перевода идола из священного писания даже безуми нельзя назвать это одержимость да разве человек неодержимый может такие слова сказать идолом назвать перевод Библии не один а лучший во всей мировой практике 4 духовные академии переводили один из присутствующих дней из трех посвящался в синоде проверки поступающих к нему переводов двое из них канонизированные сколько католики переиздавали для русских только по синодальному до революции синодальные после революции там все патриархи издавали при советской власти и сегодня синодальные зарубежные синодальные сектанты баптисты адвентисты 50-ники издавали только синодальные и вдруг Сергей Ильин свидетельствует что такое привязано к синодальному и дал поклонство я ничего не могу на это Сергей отчитывать надо вас по словарю найдет одно слово и вот тешится над ним Петр оглашать рождались дети и их тут же крестили поэтому все были крещеные с младенчества ну как интересно пишет писатель Лесков Русь была крещена но не просвещена и он и он говорит Евангелие на Руси никогда не проповедовалось как должно и что интересно когда представили Ленина на рассмотрение какие памятники ставить в городах писателей поэтов и Никитина он всех пропустил а Лескова вычеркнул одного Сергей Игнатов мир вам брат Алексей из какого Евангелия Матфея Марка Луки Иоанна приведены тобой слова нашего Господа Бога и если он сказал соблюдать то что он повелел то почему такое легкое для исполнения повеления Бога как уплата людьми десятины или не портить края бороды своей если она и у тебя не исполняется многими мужами как вы думаете Алексей Евангелие от Матфея Евангелие от Марка Деяния апостолов у меня есть одноклассник у него вообще не растут ни усы ни борода как быть главное что спрашиваешь а у меня такое ну женщины надевать платок а у нас соседка одна ей нельзя надевать платок она голова у нее плешивая или еще что-то ну что разве это ответ даже не придумаешь не растут волосы да у виттнамцев не растут ну и только делов ну так одноклассник он школьник еще да Сергей Игнатов мир вам спаси Христос брата Алексея за хороший видеоролик о крещении русским священникам филиппийцев ну это не школьники он говорит одноклассник теперь ему по 80 лет может быть но он бы когда-то учились Алексей борода для меня великий дар божий православного русского мужчины Сергей Игнатов дорогой брат Алексей не бойся выполнить оповеление бога насчет бороды а то что она не растет у одноклассников детей и женщин так это пусть нас не беспокоит тут у самих нерешенных вопросов тьма то есть слово проблема вот нерешенные вопросы я сказал прислушались убрали все сразу понятно проблем проблем Алексей не потому чтобы мне кто-то навязывал носить эту красоту божию а по зову сердца так должно быть Анастасия помните эпизод из книги Исход когда Моисей шел исполнить божие повеления по пути ангел хотел его убить за то что он не обрезал сына а должен был ибо сам должен учить исполнению закона и не исполнил и сепфора обрезала толкование очень хороши на эти события вот что пишет Исидор Пелусоцкий ты знал ли это это пишет девушка она такие пиодориты Кирского там цитирует а почему вот гляжу как много говорит Евгений Тарапкояна а они были связаны каким-то образом с евреями с этими мессианскими опять же выделяются именно евреи вот эта ревность она очень отличная от других народностей они ревностные дальше кавычки ибо в крайней нужде женщины умеют пользоваться лучшими средствами нежели мужчины и с большей искренностью искать прибежища у Бога посему сепфора сделала то же что и ныне как случается слышать говорят в тесных и неминуемых обстоятельствах окружены мы бедствиями поспешим крестить детей может быть ангел почти таинство а иудеев вместо крещения потреблялось обрезание какие места красивые алексий посему с детских лет смотрел на икону христа господа и смотрел как он красивый мужественный необыкновенный а вырос и принял сие как подобает православному мужчине я бороде для древних православных христиан крещение было самым важным таинством крещение по-гречески там по окружению воду первое и важнейшее христианское таинство признается всеми христианскими конфессиями хотя не в одинаковом смысле александр сергеевич не всеми не всеми молоками они только духовно понимают есть такие но большинство иначе это увидит александр сергеевич здравствуйте братья и сестры мир вам алексей мотфея 19 14 но иисус сказал пустите детей и не препятствует им приходить ко мне ибо таковых есть царство небесное алексий смира евгений тропко вопрос в том что когда в наш век православная церковь вовсе не общинного устройства церкви нет членства и тогда возникает проходной двор люди приносящие крестить церковь ребенка не состоят в общине не имеют никакого членства отчетности нигде священник который крестит порой и вовсе не знает этих людей не ел с ними за одним столом и получается то что движет крестить это плата денежная мзда за крещение далее этому священнику вовсе неизвестно дальнейшее будущее этого младенца которого он крестил ведь они не состоят в одной общине родители могут оказаться номинальными христианами и окрестить младенца потому что так принято в России далее этот младенец сможет вырасти без христианского воспитания будучи крещеным впасть в такие тяжкие грехи как блуд что навсегда лишит его права быть священником по канонам такие рассуждения сегодня ни один который выступает многоглаголевые священники даже такого не говорят нигде он обыкновенно недавно принял крещение православной русской зарубежной церкви так говорит как епископ Евгений Алексей есть проблема страшная пришли крестить ребенка батюшка говорит у вас есть евангелие нет отвечает ну пойдите купите побежали купили принесли к батюшке батюшка и говорит надо бы вам почитать его побеседовать с вами о таинствах а не ему ты крестить будешь нет и послали батюшку подальше то есть это наш епископ говорит я говорит они купили пришли с евангелем ну и все теперь приходите на занятия они не поняли слушай ты крестить то будешь нет но я сказал приходите на занятия да пошел ты на это под сводами под куполом посреди храма я говорю тогда только понял а что же мы делаем то так конечно очень огорчительно и больно за малышку спаси господи таковых родителей Евгений Тропко ну вот тебе пожалуйста нельзя так крестить Алексей а у родственников родился мальчик и стал умирать родители невоцерковленные малыша в реанимацию по повелению святого духа родители обратились к батюшке вызвали его чтоб покрестил младенца покрестили прям в больнице и малыш жив здоров а родителям урок без бога не до порога вот так господь видел в себе невоцерковленных слава отцу и сыну святому духу аминь Алексей имя то дали при крещении Петр вот промысел Божий ибо молимся за родных и близких и дальних Евгений Тропко Алексей его фраза Алексеева приводит родители невоцерковленные в том то и вся суть неверующие родители дадут ли христианское воспитание крещеному младенцу Сергей Игнатов Бог посреди нас есть и будет когда-то я тоже вставлял Христову апостольскую вселенскую православную церковь в подброшенное дьяволом понятие христианская конфессия но благодарю Бога что он через своих соработников особенно через нашего наставника во Христе Игнатия Тихоновича Лапкина пробудил во мне дар рассуждения в том числе в отношении введенного пооборот слова конфессия автор которого не видим как Бог и так же как Бог познается через посаженные им среди Божьих злаков плевел в виде современных еретических сект претендующих называться церковью один и един Бог одна из церков созданная Господом Иисусом Христом но есть и созданные сатаной карикатуры подражания Христовой Церкви прикрывающиеся так называемыми конфессиями деноминациями и прочими искусственно придуманными бесом словами есть еще одно опасное заблуждение прикрываемое такими дорогими для каждого из нас понятиями как зов сердца душа и тому подобное Господь дал нам жизнь и надежду наследовать Царствие Божие альтернативой которой есть озеро огненное и червь не все поедающие но для жизни во Христе и быть записанным в книгу жизни нужно выполнять его завет с нами заповеди уставы и повеления спасающий свою душу человек будет ими руководствоваться если любит Господа а не будет ждать когда у него к этому будет зов сердца Сапфира жена Моисея когда обрезала плоть своих детей чтобы Господь не погубил их души прямо руководствовалась повелением Бога а не прислушивалась что ей на это ответить сердце и душа самость губительна для души состояние если мы рассуждение в чем-то противоречит высшему эталону священному писанию то укажите на это аминь Алексий отвечаю если Бог так очевидно явил свою милость и чудо родители начали первое верить Богу второе ходить в храм и молиться третье процесс воцерковления очевиден Евгений Трапко это крайний случай но в общем порядке родители должны быть верующими Сергей Игнатов мир вам шалом Евгений Трапко все ты правильно заметил что священник даже правильно крестил человека согласно канонов в церкви может видеть этого человека в последний раз в своей жизни так же как и крещеный больше никогда не бывать в церкви священники могут не знать как надо людей которые обращаются к ним за таинством крещения мне посчастливилось стать обладателем книги к истинному православию где освящены все эти вопросы во свете святой Библии святых отцов и учителей церкви Алексей Сергей брат каков юноша все соблюдал и вот некто подойдя сказал ему учитель благий что сделать мне доброго чтобы иметь жизнь вечную он же сказал ему что ты называешь меня благим никто не благ как только один бог если же хочешь войти в жизнь вечную соблюди заповеди говорит ему какие Иисус же сказал не убивай не прелюбодействуй не кради не лже свидетельствуй почитай цаи мать и люби ближнего твоего как самого себя юноша говорит ему все это сохранил я от юности моей чего еще не достает мне Иисус сказал ему если хочешь быть совершенным пойди продай имение твое и раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах и приходи и следуй за мною хочешь быть совершенным брат Сергей Сергей Игнатов мир вам Алексей из какого Евангелия Матфея Манки почему бы не приводить до конца источник слова Божьего юноша который спрашивал Иисуса Христа как спастись по преданию так и поступил исполнив совет Господа но есть фарисеи и книжники которые правильно учат людей закону Божию но сами его не исполняют поэтому может быть Господь и сказал что если его ученики не произойдут праведности фарисеев учителей народа Израиля то не наследует царствие Божие у каждого человека есть то что ему дал Бог причем с избытком евангельскому юноше Господь дал богатство и он не стал его рабом а раздал потом нищим Господь зная его слабую сторону препятствующую его совершенству указал на привязанность к мирским благам Господь оставил людям свое учение быть совершенным как Отец Небесный а главное в этом учении новая заповедь которую он нам дал после Господа может ли человек открыть другому человеку как быть совершенным преподобный Серафим Саровский советовал не надобно покоряться страху который наводит дьявол а нужно тогда особенно бодрствовать духом и откину малодушие помнить что хотя мы и грешны но все же находимся под благодатью нашего искупителя без воли которого не спадет ни один волос головы вашей то есть без Божьего позволения нечистая сила не может ничего сделать один из подвижников говорил бесу в суеты трудишься во мне падший архистротик я раб Господа моего Иисуса Христа ты вознесенная гордыня унижаешь себя так усиленно борясь со мной слабым гордому духу как бищ огненные эти слова и ты удивишься чудной перемене обнадеживает старец Игнатий Лавкин Виталий мир тебе на будущее относительно избранных тобой стихов по определенной тематике полагаю что в одном ролике могут быть 4 стиха это оптимально близко к получасу но поменьше потому что сложное за раз трудно воспринимать но у каждого стиха должен быть свой эпиграф из святой Библии а вот Утя сгодится должен быть тебе помощник когда в папке будет собрано 4 стиха по определенной теме ты высылаешь мне тут же в скайпе одним файлом я ставлю эпиграф в начале и в конце каждого стиха и вновь тебе возвращаете стихи в одном файле для окончательной работы оформления чтобы было по одной тематике по порядку читай стихи которые я тебе выслал одним файлом копирую каждый стих и определенную папку заранее названную с тобой чтобы не путаться и таких папок у тебя на рабочем столе может быть около 70 так дело пойдет быстро и без пропусков это вот только за один день у нас столько рассуждений здесь по разным темам так и все ну взял все-таки кое-что и вот какие у нас ресурсы это вот мой мир вот он как выглядит сюда все перетаскиваю уже то что выставляется там и вот это православный форум Игнатия Лапкина вот как называется он 1600 тем а внизу вот здесь зелененький ну сколько вчера было 509 человек 509 а то бывает и меньше это за день 500 ну так это для нас это не просто люди пришли что интересно в течение года 1600 тем никаких споров нету никаких а форум это площадка ну и тут что у меня я сейчас хочу показать тогда маленько по другому чтобы видно было какой наш канал там не трогать не дослушано еще вот наш видеоканал о свете библии там тысяч почти 700 9700 наших видеороликов и прочее вот опять уже боязно открывать даже новое утром пришли уже 4 об отзывах с руганью там заходят и прочее ну и православный библейский сайт самое ценное во всем это вот 4124 ответа по тематике там насчитано это все могут сделать люди лучше нашего насчитать златоуста все могут лучше сделать но ответы дать именно так не дать это надо абсолютно точно знать священное писание 71 книг что святые отцы сказали а это непостижимо много 300 томов 300 томов патрология менее это жития святых 12 томов жития святых это добротолюбие 5 томов это каноны книга правил 719 и в каждый вопрос чтобы это все было буквально вмонтировано нет я знаю самых-самых речистых священников и прочее они не ответят они не знают он говорит 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 и все от себя даже места писания нет в каждой книге у нас у меня их там 33 тома открытым оком в каждой книге примерно 3000 ссылок на священное писание и вот я хотел познакомить тут есть некоторые моменты такие прямо ну показать вот как немцы были в плену здесь их убивали там не убивали и интересный материал просто интересный для сравнения как были пленные в Германии русские прочитаем этот материал потому что его не все знают а материал большой так их кормили лечили старались сохранить жизнь раненым и больным немцам фашистам и все это время страш и все это во время страшной войны чтобы разобраться в том что реально происходило в то время нужно почитать документы они в изобилии представлены в книге военнопленные в СССР 1939 1929 по 1956 год документы и материалы Москва Логос 2000 год ее и процитируем добавив некоторые комментарии исключительно взять печеную на фронте подтверждали что попав в плен начали осознавать свою ответственность и опасаться расправы особенно стихийной однако в нашей стране органами власти никогда не издавались никакие инструкции приказы санкционирующие уничтожение каких бы то ни было категорий военнопленных за исключением разумеется наказания за совершенные преступления по суду в Советском Союзе не просто запрещали самосуды а их инициаторы сурово и неотвратимо преследовались по закону вот это важно кто-то взял вилы там бросился на немцев которые же пленных ведут его самого будут судить в любом случае среди причин трагической гибели в военнопленных лагерях СССР бесчеловечное отношение не значилось нельзя забывать и о том что экономическое положение СССР во время войны и сразу же после ее окончания было исключительно тяжелым на огромной территории страны где проживала треть населения была полностью уничтожена промышленность разрушены жилье и объекты жизнеобеспечения разорено сельское хозяйство промышленность районов не пострадавших от военных действий была переведена на военные рельсы а сельское хозяйство было в значительной мере истощено в ходе эвакуации были перемещены оторваны от родных мест десятки миллионов людей вывезены и вновь возведены в удаленных районах сотни промышленных объектов потери среди военнослужащих и гражданского населения за весь период войны превысили 25 миллионов человек практически все мужчины работоспособных возрастов служили в вооруженных силах или были заняты на оборонных объектах гражданское население в значительной части бествовало нуждалось в предметах первой необходимости в жилье продуктах питания и вопреки всем этим обстоятельствам иностранные военнопленные в СССР были гарантированы питание по нормам установленным для гражданского населения кровь над головой медицинское обслуживание и оплата за пополняемую работу а русских-то пленных когда гнали мороз ни одной лопаты нет они замерзали лежали в Германии где народы большинства стран антигитлеровской коалиции официально считались расово-неполноценными и следовательно заведомо обреченными на уничтожение подобное обращение с пленными было просто немыслимо гибли ли военнопленные в СССР согласно имеющимся документам в лагерях для военнопленных умерло более 580 тысяч человек среди основных причин смерти боевые ранения их последствия и осложнения дистрофия на почве систематического недоедания нервно-психические заболевания вызванные душевными спотрясениями в ходе военных действий а также разумеется смерть в силу естественных причин и не столь редко при попытке к бегству многие были на краю гибели еще в момент сдачи в плен так после Сталинградского сражения из общего числа плененных более 500 человек находилось без сознания у 70% была дистрофия практически все страдали от авиатоминоза и находились в состоянии крайнего физического и психического истощения были широко распространены воспаления легких туберкулез болезни сердца и почек почти 60% пленных имели обморожение второй-третьей степени с осложнениями в виде гангрены и общего заражения крови наконец примерно 10% находились в столь безнадежном состоянии что уже не оставалось реальной возможности их спасти называя столь верстские причины смертности военнопленных местах и их содержания в нашей стране составители сборника отнюдь не собираются описать списать на них гибель людей напротив нами отстаивается точка зрения согласно которой именно показатели смертности состояния здоровья трудовой и культурной активности в плену а также доля возвратившихся на родину являются интегрирующими показателями при оценке политической воли лидеров государств и реального поведения органов власти и управления отвечавших за содержание военнопленных и факты подтверждают высказанную точку зрения из общей численности военнопленных в СССР в лагерях умерло 15 а Германии 57% это соотношение чуть ли не математически точно передает кардинальное различие двух систем обращения с военнопленными одновременно показывая и доказывая на чьей стороне было право и справедливость что явилось действительным источником победы нашего народа в Великой Отечественной войне а вот информация о том сколько солдат и офицеров противники было всего взято в плен вооруженными силами Советского Союза 22 июня 41 года по 8 мая 45 согласно имеющимся документам генерального штаба частями Советской Армии было пленено 4 миллиона 377 тысяч 300 вражеских военнослужащих после разгромок Квантунской армии число военнопленных увеличилось на 639 тысяч 635 человек скажем сразу что не все взятые плен брались под стражу на долгий срок на завершающем этапе войны после соответствующих проверок военное командование само проводило репортацию пленных в общей сложности из прифронтовой полосы было направлено домой 680 тысяч пленных из числа бывших военнослужащих немецкой армии и 64 тысяч и 64 тысяч 888 бывших военнослужащими армии Японии более 183 тысяч человек было отправлено домой даже без оформлений на каких-либо на них каких-либо документов в то время как советских военнопленных немецкие охранники и конвоиры просто пристреливали во время марша если они отставали или падали от голода НКВД СССР издавал следующие директивы директивы НКВД СССР номер 120 о мероприятиях по улучшению физического состояния военнопленных Москва 16 марта 1943 год тяжелое физическое состояние большей части контингента военнопленных уже достаточно выраженное в момент их пленения усугубляется в дальнейшем наличием в некоторых лагерях военнопленных нарушением директивов НКВД СССР о содержании военнопленных и необеспечением надлежащих санитарно-бытовых условий для военнопленных целях сохранения и улучшения физического состояния военнопленных улучшения санитарно-бытовых условий содержания в военнопленных лагерях приказываю выделить для ослабленного контингента военнопленных не нуждающихся в госпитализации специальные бараки создав в них полустационарный режим систематическое медицинское наблюдение и питание по больничным нормам 5 пункт уделить особое внимание вопросам питания военнопленных горячую пищу выдавать всему контингенту военнопленных 3 раза в сутки кухни привести в надлежащее рабочее состояние и развернуть их пропускную способность в соответствии с количеством питающихся 6 при открытии новых лагерей разрешать завоз военнопленных только при полной готовности помещений внутреннего их оборудования наличия санитарного и пищевого блоков обеспеченности необходимым запасом продовольствия без наличия указанного минимума условий военнопленных не завозить 7 после завоза в лагерь военнопленных установить трехнедельный карантин в течение которого запретить вывод военнопленных на работу карантинный период используют для комиссования военнопленных размещения их и обустройства лагеря 8 использование военнопленных на физической работе допускает только в строгом соответствии с их физическим состоянием запретить начальникам лагерей выводить военнопленных на работы без санкций санитарных отделов лагерей 1. Военнопленных используют на трудовых работах только в соответствии с их физическим состоянием, запретив использовать военнопленных, годных к легкому и среднему физическому труду на работах тяжелого физического труда. 2. Обеспечить для военнопленных выделение в течение месяца, трех выходных дней, запретив в дни их отдыха использовать военнопленных на каких-либо работах, в том числе и по хозяйственной обслуге своих лагерей. Военнопленным можно работать только, если их физическое состояние это позволяет, три раза в день выдавать горячую пищу. А потом для военнопленных НКВД СССР стал создавать оздоровительные отделения при лагерях и даже целые оздоровительные лагеря, где будут особый режим питания и лечения, обеспечивающие быстрейшее восстановление трудоспособности ослабленных военнопленных. Приказ НКВД СССР по 02.19.Б. Организация оздоровительных лагерей и оздоровительных отделений при лагерях НКВД для военнопленных. Москва 5 октября. Секретно. Содержание об организации оздоровительных лагерей. Понятно, здесь прочитайте, посмотрите. Конечно, если бы так все делалось, если бы так делалось, то это, ну, даже где-то не делалось. Русский народ как раз этим и отличается, вот, прощением. Вот показано, как там выходили из лесов, из армии Наполеона, а потом их учителями ставили, он считаешь, капитанская дочка, там все это описано. Вот сами прочитайте. В Японии с японскими как. В Барнауле тут были, я встречался с людьми, которые захватили этих пленных еще были здесь-то. И ни один не вышел. Все умерли. От чего? От хорошей жизни. Ну, справка есть, правила есть. Да кто тут будет их соблюдать-то? Ну, вот такое дело. Ну, а теперь примечания. Первое. В число репортированных военнопленных немцев включены 3000 человек, переданных чехословацкому правительству и 50 тысяч человек польскому правительству. Интересно как. Второе. В число репортированных военнопленных японцев включено 64 тысячи 888 человек, освобожденных непосредственно с фронтов из них. Японцев 37 тысячи 234, китайцев 15 тысяч 706, корейцев 7 тысяч 785, русских 58, малайцев 11, монголов 368, маньчжуль 486. То есть, замначальника 1 апреля группы ВМВД СССР, полгонника административной службы Гладков. Ну, сколько мы сегодня тут время потратили? 57 минут. Все. На этом до свидания. Благодарю. Показать надо, что считал. Никита Андреевич Колесников. Нам этот попутный голубь летает везде. Показать. Они отдыхают одновременно у меня голуби. И что интересно, голубь, вот, ну, кажется, еще тут такого-то, только вылетела голубка. И скорее раз, и на гнездо опять возвращается. Вот он. Даже не видать тут все. Даже. Я хочу показать. Он у нас сидит там. Ну, а этот все время летает здесь. Володя сейчас затопляет там пешку в храме. А этот вот голубь тут наверху. Ну, все. Клинор. Пока. Пока. Пока.